В год культурного наследия, который был объявлен президентом страны Владимиром Путином, Самарская область заняла лидирующие позиции по реализации национальных проектов. В частности, по нацпроекту «Культура» в черте региона и города серьезно обновили материально-техническую базу учреждений, провели ремонт, пополнили их новыми творческими коллективами, детские школы искусств получили новые инструменты и оборудование, а благодаря виртуальным концертным залам жители смогли приобщиться к лучшим образцам российского и мирового искусства. В планах на 2023 год повышение интереса жителей и гостей Самары к изучению исторического наследия России, модернизация системы хранения музейных экспонатов, развитие цифрового контента в музеях. Финансирование на реализацию этих мероприятий пойдет из совместных федерального, регионального и городского бюджетов. В рамках реализации этих мероприятий будет приобретено специализированное технологическое и техническое оборудование для осуществления выставочной деятельности и оборудование для хранения и сохранности предметов музейного фонда. Успешно в прошлом году велась работа и по федеральному проекту «Спортнорма жизни» нацпроекта «Демография». Проводились различные мастер-классы и соревнования. В 2023 году продолжатся мероприятия, направленные на сохранение и укрепление здоровья жителей города. Уже запланировано проведение лыжного марафона «Соколи и горы», городские соревнования лета с футбольным мячом, легкоатлетический ночной забег «Огни Самары», спортивный праздник, посвященный Дню физкультурника и многое другое. В 2023 году запланировано проведение более 60 официальных физкультурных мероприятий, более 230 официальных спортивных мероприятий по 58 видам спорта с привлечением более 90 тысяч участников. В целях приведения объектов физической культуры и спорта в нормативное состояние планируется капитальный ремонт в 2023 году в четырех муниципальных учреждениях. Активно в этом году будет вестись работа и по реализации нацпроектов демографии и здравоохранения. Особое внимание уделят мероприятиям, направленным на повышение рождаемости, популяризации семейных ценностей и развитию добровольческого волонтерского движения на территории города. Планируется проводить работу с работниками учреждений, общественных организаций по вовлечению граждан пожилого возраста, добровольческую деятельность с регистрацией на сайте «Добровольцы России». Обсудили на совещании в мэрии и реализацию проекта карты жителей Самарской области, который был инициирован губернатором Дмитрием Мазаровым. Карта может вместить в себя ряд возможностей. Электронный проездной, аналог полюса ОМС, получение социальных выплат, ключ от домофона, а также копилку кэшбэков. Позволит проводить банковские операции, оплачивать проезд в общественном транспорте, получать скидки и бонусы, участвовать в программах лояльности компаний-партнеров, а также использовать государственные электронные сервисы. Обслуживание карты бесплатное. На текущий момент подать заявление на получение карты можно в электронном виде на портале карты жителей Самарской области и в отделениях тех двух банков, которые выдают эти карты. С 1 апреля текущего года подать заявку на такую карту можно будет через МФЦ. Срок изготовления карты не более 14 календарных дней с даты приема заявления. Для оформления карты нужно предъявить полис обязательного медицинского страхования, паспорт и СНИЛС. На сегодняшний день в регионе подано уже более 50 тысяч заявок на карту жителя Самарской области. Ольга Павлова, Николай Епифанов, События.